Здравствуйте, меня зовут Деньзур Алексей Евгеньевич. Я записываю это видео, так как сегодня состоится мой окончательный обвинительный приговор. Сегодня кончится моя четырехлетняя борьба за свою свободу. Следствие, прокуратура, судьи добились наконец-таки своего. 15 сентября прозвучал обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей. Хотя ровно за сутки до этого присяжные полностью оправдали нас. Этот обвинительный вердикт был основан решением очень специфической коллегии присяжных заседателей. Старшина этих присяжных был назначен Пономарев Андрей Викторович, бывший работник правительства Саратовской области и администрации города Саратова. Я уже рассказывал, что этот старшина Пономарев уволился из администрации после того, как СМИ опубликовали о нем информацию, что он ранее скрыл свои автобиографические данные о службе в рядах вооруженных сил Украины и предоставил себе заведомо ложные сведения при оформлении на государственную службу Саратской области, где Пономарев имел доступ к государственной тайне. Наши саратские чиновники тихо замяли этот факт, не предавая его излишней огласки. И Пономарев не понес за свои проступки никакого наказания. Но я уверен, такие проколы в биографии, да еще в наше нелегкое время, просто так без внимания не остаются. И уж кто-кто, а наши правоохранители, наши прокуроры знают об этом лучше всех. Такой человек будет все время чувствовать себя, что ему дали всего лишь навсего отсрочку, и все время будет бояться понести наказание за то, что предоставило себе заведомо ложную информацию при получении доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Все же понимают, на государственной службе с гостайной никто не шутит. А уж тем более во время специальной военной операции. Так что же произошло в суде 14 сентября 2022 года, за день до провозглашения окончательного обвинительного вердикта присяжных? Вся наша коллегия присяжных, включая, кстати, и самого старшину Пономарева, единогласно вынесла оправдательный вердикт. А на следующее утро 15 сентября присяжные вдруг разом передумали, и мы из оправданных превратились в виноватых. Как же это произошло? Почему люди за одну ночь пересмотрели свою точку зрения? Да я думаю, все очень просто. Прокуратура наверняка не упустила шанс воспользоваться изъянной биографией нашего старшины присяжных Пономарева и дернула его за нужные ниточки, чтобы он продавил среди присяжных нужное прокуратуре решение. Я думаю, за ночь перед Пономаревым поставили очень простой и однозначный выбор. Или он признает подсудимых виноватыми, или сам станет подсудимым. Только уже по личной его уголовному делу, по факту сокрытия сведений при поступлении на госслужбу, при котором он получил доступ к государственной тайне. Выбор, который сделал наш старшина Пономарев, вы уже все знаете. И я из оправданного превратился в осужденного. То, что не могли сделать прокурор со мной в двух предыдущих судах, решилось очень быстро и просто в третьем суде. Всего-то и навсего-то надо было все сделать так, чтобы судьба самих присяжных стала зависеть от прокуроров. Сегодня для меня все кончено. Сегодня я узнаю свой страшный, а самое главное, бессовестный вердикт. У меня, конечно же, будет еще право на апелляцию, но судебная практика в нашей области такова, что обвинительные приговоры почти всегда остаются в силе. Шансов у меня будет один на тысячу. Это настолько призрачная надежда, что я в нее уже не верю. Выбраться из-под катка нашей правоохранительной системы невиновному человеку практически невозможно. Система берет человека измором по принципу пусть не качества, так и количества. Все изъяны нашего следствия и бездоказанности его основы слегка компенсируются в суде количеством повторов самого обвинения из уст прокурора. А ведь в каждом суде, а теперь их у нас уже было три, не добавилось ни одного доказательства, не изменился ни один документ, на котором было основано первичное обвинение. Главный кузырь нашего прокурора – это просто бесконечное количество повторов. Оправдали вас один раз – будем судить во второй. Оправдали во второй – будем судить в третий. Оправдует в третий – мы вам устроим четвертый. Бороться против такого подхода невозможно. То, чего не смогли добиться следовательно предварительного расследования, чтобы я сам себя оговорил и признался во всем виноватым, прокуратура очень легко получилась с помощью вот такого зависимого присяжного, как наша старшина Пономарев. А ведь наследствие, пока я содержался в Саратовском СИЗО, мне пришлось пережить очень многое, чтобы ни разу не изменить свои первичные показания и не оговорить самого себя. При аресте ко всем обвиняемым применялись пытки, чтобы заставить дать нужные показания. На два месяца меня помещали в туберкулезную больницу Саратовского СИЗО. Передо мной ставили очень простую альтернативу. Или я на все соглашаюсь, либо меня переводят в печально известную ОТБ-1, чтобы я стал сговорчивее. Это та самая пыточная тюрьма, именуемая областной туберкулезной больницей. На месяц меня помещали в Саратовскую областную психиатрическую больницу. У следователей якобы возникло сомнение в моей вменяемости и дееспособности. Вырваться из этой психиатрической больницы мне получилось только объявив голодовку. Условия содержания в психиатрической больнице можно спокойно сравнивать с известной американской тюрьмой в Гуантанамо. Наши СИЗО по сравнению с этой психушкой, настоящей Дома Отдыха. Затем три месяца меня держали на спецэтаже для пожизненно заключенных. В третьем корпусе СИЗО, который в народе именуется просто Третьярка, при этом не было ни одного свидания с родными и близкими на протяжении восьми месяцев. Следствие старалось сделать все, чтобы сломать меня и морально, и физически, чтобы я перестал сопротивляться. Я ни разу не изменил своих показаний. Я ни в чем не виновен. И вот теперь все, что не получилось у следователей, то прекрасно вышло у прокуроров. Всего-навсего-то нужен был вот такой послушный и полностью зависимый от прокуратуры старшина присяжных. У меня нет больше надежды. Мне уже ничем не спастись. Не остается только сказать, люди, отстаивайте правду, боритесь за нее. Подлость всегда пользуется человеческим молчанием. Единственная СМИ, которая не побоялась осветить мою историю и прокурорский произвол, это «Взгляд.Инфо». Спасибо, ребят, вам за это. Прощайте. Спасибо. Спасибо.